добрый день мои подписчики гости моего канала всех приветствую вот вам хотела показать еще новые отросточки на вот на высоких это ель очень высокая старая я очень люблю эти деревья они дают и смолу и иглы можно использовать каждый всю зиму если у вас нет ванны то можно применять для отвар иголок ели можно применять для нужных ванне обязательно но для тела это конечно будет оптимально вы все знаете что ель это очень-очень сакральное дерево очень магическое и просто это как относится к дереву рода так что я хотела сказать сейчас вот время собирать новые отросточки вот эти вот маленькие их можно кушать они очень приятные кисленькие сочные собирайте это они содержат неимоверное количество витамина c это раз потом всякие флавониты и смолы кислоты микро и макроэлементы и все что самое бесцельное содержится сейчас в этих отросточках из них приготавливается сироп из них делают некоторые даже ставят как варят самый такой густой как мед примерно как из почек но из них тоже делают настойки настойки которые применяются когда виде полоскания для горла когда венцы воспаляются внутрь для сосудов ель восстанавливает сосуды коронарные артерии вены и вообще все всю систему что относится к сердцу кроветворению и к воздушным путям хотела с вами поделиться еще я ее добавляю в салаты я и добавляю добавляю травяные смеси из нее я делаю мазь бальзам для кожи из значит применять здесь можно в н их количествах несколько раз в день вы не ошибетесь наслаждайтесь собираетесь особенно для деток это очень полезно конечно если вы не страдаете аллергии но все вот эти вот легочные бронхиальные кроветворные ель лечит день за днем день за днем если вы будете употреблять лень а ель то есть если вы не будете лениться и употреблять ель она вам поможет потому что творец он везде бог нам помогает через это цените наслаждайтесь и не забывайте что трава лечение должно быть со смыслом не чем больше тем лучше а должен быть баланс не забывайте лечитесь на здоровье пока пока